Человек, у которого высокая самооценка и самоуважение, его невозможно остановить. Он сам себе ставит высокие цели, он сам их достигает, и он соблюдает дисциплину из-за того, что он сам себя уважает и высоко ценит. Он считает, что он крутой. Он считает и убежден, что он крутой. А крутой человек не может прокрастинировать. Крутой человек не может быть в депрессии. Крутой человек не может не достигать целей. Вот это внутренняя мотивация происходит. Это все происходит от высокой самооценки и самоуважения. Теперь часто мне задают вопрос, а как этого достичь? Я отвечаю, кайдзен путь. Маленькими шагами вам нужны серия мелких побед. С каждой мелкой победой вы запускаете петлю обратной связи. Каждая мелкая победа увеличивает вашу самооценку и самоуважение. И вы с каждым разом ставите чуть больше цель, чуть больше цель, чуть больше. Важно ставить цель, планировать, достигать ее, себя хвалить, поощрять. Из-за этого поднимается самооценка и самоуважение. Ставить чуть больше цели, не сразу большую, чуть больше, чтобы не сломаться. И через 3-5 таких циклов у вас будет бетонная уверенность, что вы такой человек, который пробьет любую сцену. Чем старее человек, тем меньше у него жизнь остается. Но чем меньше он спешит, и тем меньше он ставит себе цели. А чем моложе человек, тем больше у него жизни впереди. Тем больше он спешит, тем больше ставит цели. И у него не хватает терпения слушать. Вроде бы парадокс. Ты молодой, у тебя вся жизнь впереди. 80 лет или 70 лет еще здоровой жизни. Ставь меньше цели. Меньше цель ставь. Не спеши. Степ-бай-степ, да? Да. Но нет, молодежь спешит и все ломает. А вот сколько, наверное, ты сам убеждаешься по пожилым людям, они же не спешат. А почему не спешат? Потому что у них есть накопленный опыт. И они понимают, что спешкой делу не поможешь. С детства надо ему в голову бить одно, что он просто зверь, его остановить невозможно. Когда вы воспитаете такого ребенка, он будет достигатор, страшный достигатор, но он будет очень много дров по пути ломать. То есть обязательно на него будут обижаться люди, обязательно он где-то будет там ошибки совершать. Но ничего страшного. Там уже он сам наработает второе качество. Это никого не винить и извлекать уроки из своих ошибок. Все, вот эта триада его выведет хоть куда. Это больше относится к мальчикам и к девочкам, которые хотят чего-то достигать. Есть категория девочек и, наверное, мальчиков тоже, которые особо и не хотят достигать, а хотят жить спокойной жизнью. Важно здесь ребенка научить заниматься тем, что он любит. Если у ребенка высокая самооценка и самоуважение, он будет противостоять общественному мнению и мнению родителей, и сам спокойно скажет, нет, я хочу быть врачом, все. И он может стоять на своем. То есть здесь не обязательно направлено на то, чтобы он чего-то достигал. Важно, чтобы он мог отстаивать свою точку зрения и мог, грубо говоря, не считаться с чужим мнением, потому что он имеет свое. А для этого самооценка, самоуважение.